Добрый день, дорогие друзья! Жалко, что вы все не на пляже, но тем не менее, может быть и хорошо, что вы не на пляже. Давайте сегодня поработаем просто в рабочем режиме, потому что... Слышно всё, да? Существуют большие конференции, существуют рабочие семинары, существуют мастер-классы, и сегодня нам надо поговорить о том, как работать готовыми решениями. Значит, почему это очень важная история? Вы встречаетесь с человеком, который хочет начать свой путь к здоровью, но он не знает, как это сделать, потому что либо он находится в состоянии, когда он просто хочет быть здоровым и никогда не болеть, либо он находится в состоянии, когда он уже заболел, и ему надо вернуться к здоровью, либо он находится в состоянии, когда он ещё не понимает, заболел, не заболел, но что-то уже не то. И нам нужен был какой-то универсальный вход. Но все знают, что мы всегда практически начинаем с воды. Это абсолютно правильное решение, потому что вода – это то, что приводит в баланс все среды, жидкие среды организма, которых достаточно. Но когда мы 18 лет назад или 20 лет назад начинали работать водой, мы просто людям говорили, что надо пить воду. И люди воспринимали эту информацию, ну, как новую, потому что они, ну, этой информации не знали, потому что они пили что-то другое, не воду, чай, кофе, компот, пиво, ну, какие-то другие вещи. И когда мы рассказывали им о свойствах воды, то о её физических, химических, биологических свойствах, то есть мы, в принципе, всегда верили, что у неё есть информационные свойства, мы всегда верили, что вилами на воде писано, с лица не воду пить, что она имеет память, что она имеет молекулярную структуру. Поднимите руки, кто проходил Академию Здоровья. Ну да, почти всё, 90%. Мы всегда говорили, что вода – это жидкий кристалл, что она бессмертна, но она на самом деле бессмертна. То есть вода – это, по сути дела, такое состояние энергии, когда она может улетучиваться, когда она может концентрироваться, как приходит мужчина в ресторан и говорит, «У вас есть что-нибудь выпить?» Они говорят, «Есть вода». Говорит, «Не, вода мне не подходит, а покрепче есть лёд». То есть вода может находиться в разных агрегатных состояниях. Она может улетать, она может концентрироваться, она может каким-то образом замерзать, потом снова размораживаться. И все эти действия с водой меняют её свойства – физические, химические, биологические, информационные. И мы должны понимать, что когда мы говорим о воде, мы чётко должны знать, в том месте, где мы находимся, о чём мы говорим. Мы говорим о физических свойствах – это одно, об информационных свойствах – это другое, о каких-то свойствах, связанных с ещё не познанным – это третье. То есть желательно не мешать всё это в кучу. Потому что очень важно, чтобы мы понимали, куда мы ведём больного. Вот я часто или здорового, или просто клиента, очень часто я вижу, когда мама хватает ребёнка за руку, и говорит, как ты себя ведёшь. Ну, логически вообще неправильная постановка – куда ты себя ведёшь, да, куда ты себя ведёшь. И мы чётко должны понимать, что мы даём человеку, какую информацию, что он должен увидеть, что он должен запомнить, что он должен сделать. Вот, соотносительно с водой. Представьте себе, что мы говорим только один глагол – пить. Но это очень мало. У нас существуют десятки глаголов, которые человек может сделать, действий, по отношению к воде. Давайте эти глаголы сейчас с вами попробуем назвать. Называйте просто с места. Что ещё по отношению к воде мы можем сказать? Какие глаголы применить? А? Течёт. Нет, течёт, понятно. Кстати, кстати, о птичках. Хороший глагол, потому что вода течёт. И жизнь течёт. И информация течёт. Она просачивается между пальцев. Она уходит в песок. Она разбрызгивает. Не разбрызгивает информацию, да? То есть представьте себе, у нас нет определения слова «жизнь» в мире. Мы не знаем определения слова «жизнь». Что это? Процесс биологический, понятно. А вообще на самом деле это жизнь аминокислот. Вот так если разобраться. В постоянно меняющихся соотношениях. Поэтому всё, что важно, оно тоже течёт. Время. Оно тоже течёт. Представляете? То есть текучесть воды – это совершенно уникальная вещь. Летит просто, да? Летит. Но вода тоже летает. Облака. Я никак не могла понять, что такое облака, да? Но облака – это та же самая вода, которая концентрируется, потом проливается, потом снова испаряется. Вот почему она бессмертна-то, да? А вот то, что в воде есть некая сила, некая энергия, невероятная энергия, то, что это, по сути дела, концентрированное солнце, из чего состоит воздух? Азот, водород, кислород и углерод. 78% азота. И когда азот и углерод уходят в сторону, ещё более концентрируется плазма энергетическая. Получается только водород и кислород. Представьте себе, что это форма хранения энергии. Форма хранения энергии – вода. То есть без воздуха мы можем жить 2 минуты. Есть желающие проверить? Значит, на веру берите. Вот так и всё, и никаких вопросов. Вот так или вот так. То есть, значит, 80% энергии мы получаем через воздух. Потому что 2 минуты всего из 100 лет. На втором месте стоит вода. Сколько мы можем жить без воды? Ну, 7 дней. Рекорды там 8 дней, когда человек лежит и не двигается. Значит, это не просто вода. Значит, это огромный потенциал энергии солнца, сконцентрированный в жидкий кристалл. То есть, это жидкое солнце без углерода и азота. И когда вода выпадает, она попадает на землю. И дальше идут растения. Что такое растения? Это какие-то космические существа, которые из солнца, воздуха и воды без использования земли делают основное энергетическое топливо мира – глюкозу. Она тоже состоит в углерод, водород, кислород. То есть, они концентрируют энергию и вырабатывают. Они ее каким-то образом переструктурируют. Они наращивают свою массу хлорофиловую. Для чего? А для чего они это делают? Для того, чтобы продлить свое потомство. Для того, чтобы экспансию. И на Марсе будут яблони цвести. Для того, чтобы сделать уникальную историю по размножению своего рода. Так же, как человек. У человека желательно, чтобы он продлил свой род. Хоть в каком-то варианте. И как вы думаете, растения от нас защищаются? Конечно, они нас считают хищниками. Поэтому все, что мы едим, все каким-то образом на нас действует. Либо отравляет, либо пугает, либо не нравится нам по запаху, либо убивает. Есть растения, которые нас убивают, есть растения, которые нас кормят. То есть, а кто нам скажет? У нас нет технологии жизни. У нас есть технология юриспруденции, технология запуска космических кораблей. У нас есть технология, ну, все технологии есть, кроме технологии жизни универсальной. У нас должно все прописано быть по пунктам. Как вот это должно быть? Утром встал, что делаешь? Открыл глаза, начал дышать. Дальше что делаешь? С трех раз. Что делаешь дальше? Пьешь. Один глагол, опять. Пять. Назовите еще пять глаголов. Мастера. А? Увлажняемся водой. Встаем и увлажняемся водой. Еще. Умываемся. Замечательно. А? Напитываемся. Пропитываемся. Еще. А? Очищаемся. Промываемся. Промываемся. И вы спрашиваете, ты утром пил воду? Я пил кофе. И не объяснишь, в чем разница. Потому что кофе тоже на 90% состоит из воды. Даже самый содержательный человек на 98% состоит из воды. Даже чернила. Поэтому человек понимает, я пил. Я пил чай. А чем чай хуже воды? Да ничем. Чай. В нем были растения какие-то. Так вот, чем больше вы глаголов придумаете для слова вода? Промываться. Детоксицироваться. Выгонять токсины. Растворять. Представляете, творец сотворил, а вода растворяет. Как говорят, каждой твари по паре. Где моя тварь, говорит, моя бегает? Никак не могу понять. Никто не видел? Да? Вторая моя. То есть, русский язык, он не ошибается. Он уникален. Поэтому вода универсальный растворитель. Мы не можем напрямую усваивать белки, жиры, углеводы. Мы не можем напрямую усваивать мясо, рыбу, яйца. Нам сначала все это надо растворить. Мы сами с вами растворы. У нас раствор крови, раствор лимфы, раствор мочи. Если она ударит в голову, будет не сладко. Поэтому мы должны на все обращать внимание, какого качества моча. И если у человека плохого качества моча, если он унитаз прожигает, если у него камни на зубах, в почках, в карманах, на сердце и так далее. Его надо спросить, а ты промывался сегодня водой утром? Когда пить это, можно выпить 50 грамм или 100 грамм. Он говорит, я уже напился. А ты промылся? То есть, я о чем сейчас говорю? Должна наступить совершенно другая эра употребления воды. Я не знаю, что сказать, ну что сказать. То есть, 10, 20, 30 человек в зале поняли, что произошло. У нас впервые в мире появились доказательства. Даже у японцев их нету. Я, честно говоря, думала, что, уважаемая госпожа, нам объяснит и скажет доказательства. Я слушала прямо во все уши. Да, но они живут на уровне веры. А зачем им доказывать, когда на этом острове люди уже живут 100 лет? Зачем им доказывать? Им никому ничего не надо доказывать. Но у нас, особенно в России, все надо доказывать. Все надо доказывать. Поэтому мы воду не пьем. Мы водой промываемся, детоксицируемся. Мы смываем стрессы. Мы водой очищаем внутренние органы. Мы водой промываем почки, печень, кишечник. Мы водой напитываем суставы. У нас из воды состоят хрусталик. У нас из воды состоят все жидкие среды нашего организма. У нас в мозге вода, в печени вода, в сердце вода. Вода течет. Мы едим воду, запиваем водой. Мы эта вода одушевленная. У меня однажды сидел, по-моему, в Хабаровске. Нет, нет, в Екатеринбурге. Какой-то человек такой грузинской внешности на первом ряду. Ну, достаточно пожилой уже. И я как-то с ним контакт установила. Он, я рассказываю, он головой кивает. Ну, и я поняла, что человек доброжелательный, потому что все остальные сидят такие, что там им будут рассказывать. А этот такой доброжелательный. И он улыбался, улыбался. Потом подходит ко мне после презентации. И ничего не может сказать. Он не говорит по-русски. И на грузинском мне что-то там кто-то такой начал говорить, там как ему понравилось. Я говорю, так вы же ничего не поняли. Он говорит, понял. Ну, понял. А я говорю, а что вы поняли? Он говорит, ешь вода, пей вода. Я говорю, вот вы правы. Ешь вода, пей вода. Еще Дипрак Чопра говорил. Еду мы должны пить, а воду мы должны есть, кушать. Потому что вода это основное, что у нас есть. То есть мы состоим из воды. Ее надо беречь, ее надо боготворить. На нее надо молиться. Надо благодарить за каждый глоток воды. Вот кончится вода в кране, все. Мы два дня ровно проживем. За воду будут отдавать вот такие вот отели. За стакан воды. Если вдруг останется только соленая. Потому что не получишь пресной воды. Мы должны это понимать. Мы должны понимать, что вода это форма хранения. И эта форма хранения намертво запечатала молекулы воды внутри. Почему мы болтаем ложечкой? Почему марокканцы переливают из чайничка? Почему китайцы чуть ли не со второго этажа льют в чашку? Чтобы она насытилась кислородом. Чтобы она изменила свою молекулу 960 атомов. Чтобы она как-то переструктурировалась. И мы меряем ее потенциал. Что мы там ищем в этом ОВП-потенциале? У вас много вопросов было. Мы ищем ОАШ-гидроксильон. И мы ищем заряд. Она должна иметь заряд. Она должна быть... Мы говорим, мы продаем живую воду. По сути это верно. Но лучше бы было говорить благоприятную для жизни. Благоприятную для жизни. Мы продаем воду, в которой жизнь может продолжаться. В которой могут дышать клетки. Потому что всем клеткам нужен кислород. У нас в крови нету воздуха. У нас в крови все растворено в воде. Поэтому сейчас должны появиться новые лекции о воде. Новые презентации воды. Сейчас должны... Все, кто может, должны сконцентрироваться, подумать. Выдать свою версию. Потому что целевых аудиторий много. Где-то бабушка на скамейке. И она будет верить в том, что с лица не воду пить. А где-то физики, которые должны понять, что такое энтропия. Это так быстро не объяснишь. Это даже не химия. Энтропия это даже не химия. Это физика. Или математика. Потому что формулы энтропии по теории хаоса, они идут математические. То есть она считается математическими... Ну, математические истории там. Поэтому очень важно. Я когда хотела понять, что такое энтропия, я сразу... Где у нас Лена Павловна? Я сразу говорю, Лена Павловна, Прученко, дайте мне какой-нибудь образ. Что такое энтропия? Она говорит, ну, представь себе следующее. Я когда-то на экзаменах, у меня такой вопрос был, и я ответила, и профессору понравилось. Представьте себе океан. И в нем много воды, и она испаряется. То есть образ нужен. Потому что формулы мы не поймем. И вот улетела, например, 2 сантиметра воды. И воды в океане стало на 2 сантиметра меньше. Потом пошли дожди, там, облака, там и так далее. И стало на сантиметр больше. Но всегда останется дельта, полсантиметра, которая невосполняемая. Она где-то пропадет. То есть вот эта вот и дельта, вот ее все время будет не хватать. И что такое старость? Это дельта, которую мы не можем в своем организме накопить. С каждым годом у нас воды становится чуть-чуть меньше. В клетках, в межклеточном пространстве, в лимфе, в крови. Почему у молодых людей в крови 120 гемоглобин, а у пожилых людей 170? У них не больше эритроцитов, чем у всех. Но у них воды меньше. И наша история, это надо задержать воду в нашем организме. А для того, чтобы ее задержать, она должна быть биологическая. Она должна иметь какие-то уникальные свойства. Она должна как-то вот эту плазму, обратите внимание, солнце, плазма, кровь, плазма, плазма, вода, плазма, гидроплазма, плазма, клетка, цито, плазма. Везде заряженные жидкости. Молоко минус 50 материнское, лимфа минус 70, кровь у здоровых людей минус 90, минус 70. А мы пьем воду 250, плюс 250. То есть с каждым стаканом кислой, грязной, необработанной воды мы забираем у себя сколько-то милливольт энергии. То есть мы энтропию, хаос в своей крови, крови, лимфы, цитоплазмы увеличиваем намного. Мы стареем. Представьте себе копировальную установку. Через нее проходит первая копия отличная, а 155-я уже искажена. Также наши молекулы ДНК. Им нужны совершенно идеальные условия, которые возобновляются. Я никогда не могла решить задачу, у меня с математикой так не очень, с медициной, с математикой нет. Когда в один бассейн по трубе поступает вода, ну сколько-то, например, 5 литров в час, а с другого крана выливается вода, тут температуру повысили на 10 градусов, тут температура другая. Через сколько температура сравняется? Я никак не могла решить эту задачу. Наш организм точно такой же говорит, а сколько надо пить коралловую воду? Да всю жизнь. Сюда поступает 1,5 литра, сюда вытекает 1,5 литра, клетки живут, выделяют токсины. И снова тот же самый бардак. Сюда должно поступать 1,5 литра, а сюда должно вытекать 1,5 литра. И вот эти, которые вытекают 1,5 литра, они должны быть идеального качества. Они должны быть прозрачные, чистые, светлые, в них не должно быть ацетона, у них ничего не должно быть. А это невозможно, когда мы промываемся кофе, промываемся водкой, промываемся пивом, когда мы промываемся другими какими-то напитками. Поэтому если у вас люди не слышат слова «пить», значит вы не то слово говорите. Пить надо как раз водку, понемножку. Вот это можно пить. И говоришь, пойдем выпьем. Все слышат. Хоть один человек не пошел с вами, все пошли. Поэтому по отношению к воде надо подумать. Мы сейчас будем думать. И я буду думать. И все читающие, лидеры, пишущие, читающие, говорящие должны придумать новый виток. Со вчерашнего дня мы можем выйти на абсолютно новый виток осознания ценности воды для нашего организма. И это надо сделать. Это обязательно надо сделать. Мы не можем в старых тапках продавать новую воду. Нам нужно самим измениться. Промыться. Мозги промыть, сосредоточиться и начать по-другому. Вот точка отсчета нам дали. Теперь мы можем показать, как она светится. Когда нам Эмотомасару снежинки с водой дал, с микрогидрином, с коралловым, мы пять лет себя чувствовали нормально. Но его тоже как бы не признали, как великого там ученого. А он на самом деле такого и являлся. Никто не признал Бахман Гелинджа, который, Леня, когда-то мы первую рукопись Бахман Гелинджа направил 18 лет назад, что ваше тело не больно, оно просит воды. У меня просто башню снесло. Я думаю, как это? Не бывает повышенной кислотности, бывает пониженная водность. То есть у нас начинается новый отсчет компании «Коралловый клуб». И этот новый отсчет, благодаря исследованиям ученых, которые мы еще не поняли, не осознали, которые надо переводить на русский, рисовать, делать инфографику. Ну то есть с этим нужно будет работать, да? И тогда у вас в руках будет документ, что вы являетесь обладателями уникального, божественного дара, который называется «Коралл Майн». Да, в этом месте надо похлопать, потому что это вы являетесь, да? Поставьте, пожалуйста, презентацию. Ну, я чуть-чуть быстро пробегусь, потому что… Кто не был на форуме, поднимите руки. А, ну много. Ну давайте так. Следующий слайд. Следующий. Следующий, следующий. Ага. Назад, сделайте. Итак, смотрите. Человек – уникальная, духовно-природная, открытая, самовосстанавливающаяся биологическая система, генетически запрограммированная на долгую, активную, творческую жизнь с позитивным тонусом в единстве и гармонии с природой. Мы так запрограммированы. Поэтому еда нам нужна, генетическая, только с любовью. Любишь помидоры – ешь, не любишь – не ешь. Нет универсальных рецептов. И нам необходимо создать благоприятные условия для реализации генетических программ. И первое благоприятное условие – это норма воды. Много или мало 30 миллилитров? Это вообще ни о чем. Представьте, что вы все весите 80 килограмм, это 80 пакетов с рисом. Ну если вот так расставить 80 пакетов с рисом, ну 60, если их водой наполнить, да? И 30 миллиграмм на килограмм веса, то есть столовая ложка на один пакет. Как вы считаете, много это или мало? Вообще ни о чем. То есть вот эти 30 миллилитров рассосутся по этому рису, мы вообще ничего не увидим. Кто там, где там собрать внизу эту воду? А у нас она еще вытекает, можно себе представить, да? Поэтому утром встал, 640 грамм выпил, японцы и тут нам задали планку, минимум 640, а кто-то 700 за час, за полтора, за два натощак, чтобы она протекала. Чтобы она сразу, у нас 12 часов периода без еды, за 12 часов пища спускается на уровень пупка и поднимается в толстый кишечник. И вода тут ее догоняет, поэтому все начнется. Поэтому каждое утро промываемся водой, каждый перед обедом промываемся водой, перед ужином промываемся водой и просто пьем, когда хотим. Если мы будем вовремя промываться, нам пить совершенно не будет хотеться. Дальше, пожалуйста. А дальше возникает вопрос, а с чего вообще начать? Вот с чего начать наше движение к здоровью? Мы всегда с вами начинали с паразитарки. В принципе, я скажу, что это правильно. Потому что мы никогда не знаем диагноза, мы никогда не понимаем, кто живет, где живет, почему живет. Причем это процесс. Только у нас ничего не было, завтра съели, руки не помыли, и вот у нас уже какие-то паразиты. Но паразиты бывают разные. Они бывают печеночные, они бывают почечные. Это не только глисты, это вирусы, это грибы, это бактерии, это различные формы жизни простейшие микроорганизмы. То есть мы являемся для паразитарного мира совершенно уникальной историей. Но когда в организме живут паразиты, страдает не кишечник. Кишечник вообще не чувствует. Они сидят тихо, они не шелухаются. То есть они хотят, чтобы их не обнаружили. А страдает что? Страдает центральная нервная система. Центральная нервная система – это главный командный пункт управления. У нее свои законы, у нее свои истории, у нее свои, скажем так, управляющие механизмы. И если что-то им мешает, например, не такой пиашки и слотно-щелочной баланс. Мгновенно прекращаются все эти процессы, которые мы называем мысль или что-то. Мы говорим, что это у тебя рожа такая кислая? То есть это не ж не зря придумано. Это говорит о том, что кислорода нет, а кислород в воде. Это говорит о том, что гормонов много. Это говорит, что нервная система выделяет колоссальное количество различных ядов. То есть очень интересная история, потому что мы половину эмоций, а вообще вся наша жизнь течет не в коре головного мозга, а на подкорке. Там живут в лимбической системе уникальные сообщества клеток, которые ведут нас от страха к любви назад туда. Ведь ни для кого не секрет, что у нас две задачи в жизни – уйти от боли и получить радость. И это обеспечивает структуры нервной системы. Не уйти от боли не получится осознанно, не получить радость не получится осознанно. Это все автоматические процессы. Мы этим не управляем. А кто-нибудь знает, какой главный орган в организме, от которого зависит жизнь человека? Нет. Кто главный управляющий, который мозг? Нет. Мозг – это операционная система Windows, в которой все разложено, идет анализ, синтез, память, хранение и так далее. Сердце. Нет. Кто управляет энергией? Сердце управляет жизнью. Не буду вас мучить. Надпочечники. Надпочечники – это главный орган организма, который вырабатывает гормоны жизни и гормоны смерти. Выработал гормоны смерти – человек умер. Вырабатывает гормоны жизни – человек живет. Самый страшный гормон – это адреналин. Это гормон кролика или зайца. Когда он выделяется, человек бежит. Ему страшно. Дальше он превращается в норадреналин. Человек говорит, я не побегу, я буду бороться. И это гормон льва. Дальше он вырабатывает кортизол. Это гормон, вообще это гормон жизни. Утром температура тела поднимается на 1 градус. И человек встает. Если кортизол не выделился, человек не встанет с утра. Леня уже достает блокнотик, да? А вы все что думаете? Умные что ли? Доставайте блокнотики. Пишите. Да? Нет, ну тут этого нету. Я говорю совершенно другое. Что? А! Они пишут на это. Это фигня. Итак. Не будете пересматривать. Ну не будете пересматривать. Если только выбросите в интернет. Так вот. Надпочечники выделяют ровно столько кортизола, чтобы человек встал, поставил план, цель, способ, средство, результат и пошел. Как только первый луч упал на закрытый глаз, медленно начинается температура повышаться тела. Она повышается на один градус, потому что ночью она понижается на один градус. И все, у человека началась жизнь. И он вышел на улицу, пошел в банк, взял кредит, подписал 10 дистрибьюторов, 15 у него отвалилось, не выполнен групповой объем и у него стресс. Он говорит, боже, куда бежать, что делать? И постоянно мозг ему вырабатывает гормон страха. Вдруг не получится. 50 баллов не хватает. Боже, где взять? Ну я относительно к нам, да? Я не говорю, что у людей банки рухают, там по миллиону долларов, да? Я так на нашем уровне. И если кортизол вырабатывается, то человек живет. Но он вырабатывается маленьким органом, корой надпочечников. Он вырабатывается, вырабатывается, вырабатывается. И потом бац, и перестает вырабатываться. И то, что он вырабатывается, называется напряжением, в котором мы все находимся. А то, что он перестает вырабатываться, называется истощением, куда мы все попадаем. Мозг невозможно истощить. Это мощная, надежная, саморегенерируемая система, которая отдохнула, расслабилась, выпила, массаж, баня, секс. Все, человек снова живой. Так может 100 лет продолжаться. Мозг не устает. Компьютер не может устать. В нем может кончиться энергия. В нем может процессор сломаться. Могут вирусы какие-то попасть. Все едино. Трисмегизм. То есть, а надпочечники – это да. И восстановить их можно только питанием. Их нельзя уговорить, с ними нельзя договориться. Вставай, организм, вставай, вставай. Ничего не произойдет. Истощил – значит истощил. И поэтому, когда мы говорим о центральной нервной системе, мы понимаем, что она управляющая, но законы жизни – это другие. И ей не командовать надо. Дохлую клячу хлестать бесполезно. Ее надо кормить, поить, холить, лелеять. Тогда вырастет холка-лилейка. То есть, нам нужно пересмотреть, что такое характер. Нам нужно пересмотреть, что такое агрессия. Это все недостаток энергии. Мы думаем, что человек по природе агрессивен. Нет, он по природе не агрессивен. Никто по природе не агрессивен. Агрессивен он только тогда, когда не хватает энергии, а надо что-то делать, кто-то что-то требует. Поэтому к мозгу мы предъявляем претензии совершенно другого характера. Я всегда спрашиваю человека на приеме, а какие у вас претензии к своему телу? И он начинает говорить, ой, мне не нравится вес, мне не нравится рост, мне не нравится разрез глаз, мне не нравится лысина, мне не нравится фигура, это не такое, это все не такое. Я говорю, замечательно, жизнь одна, она не удалась, но попытку засчитали, поэтому бесполезно не нравится себе, это противоестественно, все, такое тело дали, живите в этом теле, ухаживайте за ним, но живите. И очень важно, когда я спрашиваю, а какие у вашего тела претензии к вам? И человек начинает включаться, он говорит, а я не бегаю по утрам, а я не пью воду, а я нервничаю, а я плохо сплю, а я работаю сутками, а я нервничаю, я злюсь и так далее, и так далее. Надо взаимные претензии удовлетворить. Вы бегайте, не злитесь, а ваше тело будет худеть, у него мышцы будут накачиваться, но это все процессы, их не изменить. И для всех этих процессов нужно одно, позитивный тонус. Для этого нужен позитивный тонус, энергия мозга. У меня нет силы воли. Сила это энергия, воля это энергия. То есть, поэтому начинаем относиться к мозгу не как к тому, которого воспитывать надо, а как к тому, которого надо кормить, промывать, успокаивать, вовремя класть спать, вовремя поднимать. То есть, режим труда и отдыха. Вот это важно для мозга, а не то, что мы себе установки даем, вставай, беги там, ползи, лети. Мозг все будет делать то, что необходимо, если он в состоянии ресурса. Дальше, пожалуйста. Дальше, следующий слайд. Изучают науки, нейроэргономика, биология, анатомия, физиология, психиатрия, подфизиология. Если затруднились с мозгами разобраться при жизни и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, патанатум лучший диагност. Он сразу видит, что там было не так. Поэтому огромное количество наук работают с мозгом. Но нам все это не нужно. У нас одна наука, биология. Дальше, пожалуйста. Раньше я считала, что мой мозг самый главный орган. Но затем я задумался. Постой-ка, кто мне это говорит? Посмотрите наших нейрофизиологов. Посмотрите Черниговскую в интернете. Она удивительные вещи говорит. Может, мы тогда чуть-чуть побольше поймем, как нам обращаться со своими мозгами. Это как пачка масла. 70% мозга – это жирные кислоты и липидные комплексы. То есть, получается, что нехватка жира сразу же нарушает жирность мозга. Говорит, у вас мозг обезжиренный. Вот хорошо, когда кожа обезжиренная, да? Но когда мозги обезжиренные, это очень плохо. Кстати, по этой причине никогда не пейте соду. Никогда. Потому что сода является неорганическим ощелачивателем. Это было бы все просто. Да, неумывакин сказал, но у него не было ни гидрогидрина, ни коралла. То есть, он это ничего как бы не знал. Поэтому щелочная реакция – это еще не жизнь. В соде нету жизни. Ей можно умываться, ей можно там палец держать, если в ней что-то происходит. Но ни в коем случае ее нельзя пить. И ваши друзья, ваши клиенты, ваши, так сказать, окружающие вас люди, они должны получить эту информацию, что нельзя пить неорганику. Только органику. У нас есть программа. Мы не можем употреблять то, что не являлось либо животным, либо растением. У нас идет четкая, совершенно программа. Мы сидим наверху биологической цепочки не так просто. Под нами почва. Мы ее кушать не можем. В ней бактерии. Мы их кушать не можем. Эти бактерии съедают растения вместе, так сказать, с какими-то водяными растворами. И только растения являются тем уровнем, который мы можем кушать. Животные съедают растения, мы их тоже можем кушать. Но, так сказать, умеренно. Дальше, пожалуйста. Дальше. Ага. И поэтому мы перешли к функции мозга. А что такое мозг вообще? Мозг – это функция. Мозг – это функция. Сижу, стою, думаю, анализирую. Память – это то, что было. Говорят, у вас… Я, говорит, не злопамятный. Я просто злой, и у меня хорошая память. Да? То есть культура, кстати, это флешка планеты выносная. Поэтому мне хочется… Я вот вчера уже с Леонидом Августом делилась нашими, скажем так, ну, нашими мыслями о будущем. И нам хочется, чтобы специальность, которая будет у наших дистрибьюторов, называлась бы культура здорового образа жизни. Или культура жить здоровым. Культура жить здоровым. То есть вы, по сути дела, не врачи, вы не медсестры, вы не массажисты, вы не фитнес-тренеры. Вы, по идее, будете специалистами по культуре. Нужна культура здоровой жизни, нужна культура еды, нужна культура питья, нужна культура общения, нужна культура употребления, движения, БАДов и так далее. Это слово «культура», то есть это общие ценности планеты. И мы обязательно свой вклад туда внесем. Итак, что такое психосоматика? Любая эмоция, кортизол, адреналин, серотонин, норадреналин, гормон страха, гормон сна, гормон стресса всегда будет иметь свой орган-мишень. Плохо, если это сердце. Сердце имеет уникальную проводящую систему, центральную, нервную. То есть у нас три нервных системы. А я подозреваю, что у нас в каждом органе не своя автономная нервная система. В каждом органе. Но ученые пока доказали три органа. Кишечник, мозг и сердце. В сердце вырабатывается адреналин, гормон страха. Сердце, говорят, в пятки ушло. Или сердце имеет память. Если ему нанесли рану душевную, оно помнит это всю оставшуюся жизнь. То есть сердце мы чувствуем. Там живет орган интуиции. Мы знаем пять органов чувств, а их 16. Я когда-нибудь вам прочитаю лекцию «16 органов чувств человека». Это потрясающая история. Потому что мы не знаем вообще, чем мы чувствуем. Это очень интересно. Платон сказал «познай себя и делай свое дело». Поэтому мы уходим на психосоматику. Причем не на ту психосоматику, которая не туда пошел ногу сломал, не туда пошел руку сломал. То есть, да, такая психосоматика есть. И она тоже работает. Но нам нужна психосоматика через гормоны. Дальше, пожалуйста. Следующий слайд. Психосоматика. Это ситуация, реакция мозга. Это нейромедиаторы. Это гормоны. Это эмоции. Это реакция тканей. Это повреждение органов. Это болезни. То есть все психо превратится в сома. Потому что душа и тело, психо это душа, душа и тело едины, неразделимы. Их невозможно рассматривать отдельно. Их невозможно никак поставить одно вперед другого. Потому что человек говорит, нет, у меня сначала тело, а потом голова. Я сначала упала, а потом у меня стресс произошел. Нет, сначала у тебя голова не сработала, что ты туда полез, а потом ты упал. Зачем ты лез на крышу без страховки, да? То есть всегда впереди будет психо. Психология, психогенетика, психосостояние, взаимодействие. Психопатия и психодепрессия. Когда мы туда попадем, нам будет не здорово. Высокий кортизол и адреналин попадаем в психопатию. Низкий кортизол, адреналин мы попадаем в депрессию. То есть нам нужно держаться посредине всегда. Но это не так просто. Поэтому нам надо какие-то серьезные работающие механизмы. На сегодняшний день в классический список психосоматических расстройств входят нейродермит, сахарный диабет, язвенная болезнь, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, ишемическая болезнь сердца, язвенный неспецифический колит, эссенциальная артериальная гипертензия. Это большая семерка, утвержденная Всемирной организацией здравоохранения. Через пару-тройку лет там будет еще 150 заболеваний. Потому что любой наш стресс, отсутствие тестостерона, стресс, отсутствие эстрогена, климакс, стресс, отсутствие серотонина, депрессия, неверие в завтрашний день, трагедия. Присутствие кортизола, трагедия. Вот мы не зря кушаем сладкое и боимся боли. Это первые два признака нарушения серотонина в организме. А дети, у них вообще не бывает никаких болезней в принципе. У них только страх. Страх, что мама уйдет, что она не вернется, страх, что в садике накажут, страх, что игрушку отберут, не купят. То есть мы не умеем создавать пространство любви, поэтому мы в стрессе, дети в стрессе, все в стрессе. И мы должны обязательно объяснять людям, что начинать надо, конечно, с воды, но к ней надо еще добавить кое-что. Потому что можно просто начать с воды, следующий месяц с вода, следующий месяц с вода, но этого мало. Можно, конечно, промыть мозги очень серьезно, но сразу надо закрепить. Говорят, проявился, закрепись. Да? Девиз фотографа. Поэтому очень важно, чтобы мы работали системно, качественно, чтобы мы выстраивали долгосрочную стратегию, чтобы нас окружали нормальные люди, чтобы они были в хорошем настроении, чтобы мы сами были в хорошем настроении, чтобы мы не ныли, не стонали, чтобы мы всегда говорили, что все будет хорошо, как русское радио. Да у него все будет хорошо. А у нас непонятно. То есть нам нужно стремиться к тому, чтобы мы ценили, ценили, благодарили. Говорят, когда человек стал счастливым? Когда он больше благодарит, чем просит. Утром встали, Господи, проснулись, поблагодарите Бога. Десятки тысяч людей не проснулись. Позвонили маме, она взяла трубку, благодарите Бога. Посмотрели, ребенок в кроватке дышит, благодарите Бога. Он мог ночью задохнуться, что угодно могло случиться ночью, да? Выехали на машине, благодарите Бога, что все работает. Приехали домой, тоже благодарите Бога. С другом встретились, встречайтесь как за счастье, потому что никто не знает, увидите вы этого друга когда-нибудь или нет. Мы все время в памяти переворачиваем, это мы не доделали, это мы не доделали, это мы не доделали. Мы не живем здесь и сейчас. Мы живем либо в прошлом, чаще всего в негативном, либо в будущем, которое всегда неопределено, его нету еще. Если мы строим негативное будущее, проактивное, мы получаем негативное. Как хочешь, так и будет. Хочу, чтобы у меня все было. У тебя уже все было. Хочу, чтобы у меня не было давления. Замечательно. То есть мы не просить не умеем, не благодарить не умеем, потому что наш мозг все время находится на 12 вольтах вместо 220. Мы только на солнце просыпаемся. Сейчас придет зима, мы приедем в свои города и все. Солнечное освещение нету, лампы какие-то такие с усеченными солнечными активностями. И все, и пойдет проблема. Поэтому паразиты – это хорошо. Мы говорим, у вас паразиты. Человек говорит, а вы можете о чем-нибудь хорошем? Можем. У вас нет паразитов. И это замечательно. То есть мы можем о чем-нибудь хорошем. Но лучше всего спросить, а как у вас настроение? Ну то есть существуют техники, технологии. А как у вас настроение? Да не очень. А почему? Сын плохо учится. У сына память плохая. Ему надо мозг питать. А что бабушка? Бабушка нервничает. А что она нервничает? Потому что сын плохо учится. И потому что я нервничаю, потому что сын плохо учится. О, ну так и бабушке надо мозг подкормить. А сами вы что такие? Да что там волнуюсь за мужа. Где-то он на работе что-то домой не приходит. О, так вам надо это, успокоиться. То есть надо позитивный тонус. Муж пришел, а вы не в бегудях и со шваброй? Как говорит, муж пришел домой, а жена стоит с метлой. Он говорит, дорогая, ты подметаешь или улетаешь? Потому что мужья приходят, а мы к этому времени уже в образе. То есть взяли, съели 20 капсул. Муж приходит, а вы спокойные, довольные. В халате, с цветами или еще что-то. И пусть он нервничает. То есть я, конечно, шучу, но... Люди должны иметь постоянный фон доброжелательности. Постоянный фон хорошего настроения. Там нет места подозрительности, там нет места обидам. Ну, понимаете, прожить свою жизнь в обиде, это вообще смешно и глупо. Зачем? Зачем проживать свою жизнь в обиде, когда можно прожить в радости? Я когда-то говорила, что есть уникальная такая история про Полианну, когда маленькая девочка договорилась с папой, что всегда будем думать только о хорошем. Ей подарили костыли вместо куклы. Папа заходит и говорит, что ты плачешь? Она говорит, я хотела куклу, мне подарили костыли. Он говорит, так мы же договорились. Она говорит, я искала, что хорошее, не могла найти. Он говорит, ну, тебе не нужны костыли. Это же здорово. Тысячам детей нужны костыли. А тебе не нужны, какое счастье. Вот представляете? Книга для великоласного чтения. Я читала, плакала. В поезде читала, женщина говорит, женщина, что вы всю дорогу плачете? Я говорю, да книжку купила в магазине великоласного чтения, я сижу, плачу. Она, дайте мне посмотреть. Я говорю, ну, пока я вот хожу туда, посмотрите. Прихожу, она сидит, плачет. Я говорю, вот отсюда, досюда, почитайте. Она говорит, слушайте, всем надо читать. Звоню, там, это самое, Гущина, говорит, Гущина, что она, плачу, сижу. Я говорю, книжку читаешь, Полианна, да? Ну, то есть, это очень важно, чтобы мы умели со своей нервной системой дружить и взаимодействовать. Дальше, пожалуйста. А дальше все просто. А дальше? Дальше. Еще дальше. Это я уже рассказала. О, посмотрите, как выглядит. Тревога, любовь, депрессия, презрение. То есть, совершенно разные энергетические. Вот это все надо смывать коралловой водой. Вот это все гормоны. Вот это все отравление. Вот это все закисление. Ничего не сделайте. Куда вы это все денете? Смывать водой. Потеть. Плеваться, отплевываться. Ну, когда в нужные места. Мочиться. Ну, то есть, все надо вымывать. Потому что, если гормон выработался, он уже не может никуда деться. Он уже выработался. Все. Дальше, пожалуйста. Химическая лаборатория эмоций. Все просят показать в сто раз. Это просто набор гормонов. Удовлетворенность, влечение, подчинение, доминирование, привязанность, уверенность, любовь, материнское чувство. Сбросим вам эту презентацию и повесим куда-нибудь. Дальше. Мания, тревога, счастье, интерес, гнев, азарт, стресс, депрессия, аутизм, страх, апатия, эйфория, озарение, грусть, раздражение. Смесь эндорфинов, окситоцинов, норадреналинов, тестостеронов, мелатонинов, пролактинов, ацетилхолинов. Дальше. 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 Это потом покажем. А посмотрите образование мейлиновой оболочки. Нервная система. Вот это нервный проводник. А вот это 300 слоев швановских клеток, в которых основа лицетин, витамин В5, В4. Мейлин представляет собой фосфолипидные слои мембраны швановских клеток. Нет лицетина, вообще ничего не произойдет в организме. Произойдет рассеивание импульса. И никаким образом невозможно будет его восстановить. До 5 лет, когда мама кормит, до года, когда мама кормит ребенка грудью, у нее колоссальное количество лицетина в молоке. И у коровы есть в молоке лицетин, да? Но потом мы перестаем все это кушать. Начинаем кушать там, я не знаю, ну что мы, суп начинаем овощной кушать или еще что-то. И лицетина не хватает. Поэтому его обязательно надо принимать. Дальше, пожалуйста. Вот он, ацетилхолин. Обратите внимание, нейромедиатор молодости. Он отвечает за скорость и качество проведения нервного импульса по нейронным сетям. Он стимулирует позитивное настроение, подавляя страх и гнев. Повышает пластичность мозга, позволяющую оставаться психически гибким в течение всей жизни. Он назван учеными волшебной молекулой памяти. Для производства ацетилхолина необходимы пищевые жиры и холин из продуктов питания. Кто может назвать пять продуктов с холином? Никто. Я даже не назову. При их недостатке мозг начинает буквально уничтожать сам себя, пытаясь получить материал для формирования дефицитного вещества. То есть мы поедаем себя изнутри. Любое лекарство, начинающееся с антибиотики, антигистаминные, антисклеротические, ну и так далее, и так далее, снижают уровень ацетилхолина. Сюда относятся антидепрессанты, биотики, антигистаминные, нейролептики, спазмолитики, гипоинтензивные. То есть мы все находимся сейчас, все абсолютно, в состоянии колоссального дефицита лецитина внутреннего. А для него нужен внешний лецитин, для него нужно сырье. Дальше, пожалуйста. И естественно, вот она. Одна из самых продаваемых в мире добавок. Удачных, умных, биологических, активных добавок придуман человеком в 20 веке. Фосфатидил, холин. Пищевое название лецитин. Компоненты, холин, в присутствии витамина В5, пантотеновая кислота превращается в ацетилхолин. Я почему читаю? Во-первых, вы не прочитаете далеко. А во-вторых, это очень важно. Это очень важно. Стеариновая кислота участвует в регуляции энергетического потенциала. Пальмитиновая кислота, обмен нормальных жиров. Арахидоновая кислота относится к классу омега-6 и участвует в нормализации деятельности. Обратите внимание, надпочечников. Меня все спрашивают, чем восстановить надпочечники? Аминокислоты и лецитин. Но этого будет недостаточно. Именно поэтому мы очень долго Сергеем Семенченко обговаривали состав первой стартовой, такой мощной нейрофизиологической программы. Мы каждый препарат обговаривали на всех уровнях. Что туда должно войти? Что обязательно, что не обязательно? Что можно для пожилых, нельзя для детей? Что можно для детей, нельзя для пожилых? Что нужно алкоголикам? Что нужно людям нетрезвым, которые не пьют? И мы остановились на уникальном совершенно составе. И этот состав у вас будет, как Сергей сказал уже, когда и по какой цене он у вас будет. Это будет невероятная для вас история, когда вы сможете, не вникая вот в эти подробности, а можете вникать. Кто-то вникать будет, вникнет, туда булькнет и вообще никогда не выйдет на поверхность. Потому что там очень интересно. Я сама, когда булькну туда, я на поверхность уже подняться не могу. Потому что там так интересно, мама дорогая. Дальше, пожалуйста. Регулируем психосоматические процессы. Карнитин. Сейчас карнитиновое лобби в Америке задробило нам весь милдранат. И наша страна признана одним из допинговых государств. Потому что вся Америка сидит на л-карнитине. Его пьют с утра до ночи, ночью тоже. Все. Спортсмены, дети. Ну, практически все. Пожилые люди. Это предшественник ацетилхолина. Нету ацетилхолина, нету лицетина с карнитином, не будет ацетилхолина. А ацетилхолин, напоминаю, гормон молодости. Мейромедиатор, без которого ни одна мысль не придет, не уйдет, не сложится, не разложится, ничего с ней не произойдет. Человек сидит и тупит. У него в глазах, у него не идет мысль. Ребенку говорит, решай задачу. Он не понимает. У него не связываются нейроны, они у него не взаимодействуют. Кто, ребенок виноват? Нет, конечно, мама. Не дала ему гоголь-моголь, не дала ему другие вещества. В Израиле, прежде чем учить Тору, всегда давали желток, тот, который белок, и мед. Выучил параграф желток с медом, выучил параграф желток с медом, не выучил три желтка с медом. А мы так, сиди, учи, ничего не дали. Как там это все произойдет? Никак не произойдет. Поэтому дает синергию действия с липоевой кислотой. Тормозит выработку гормона смерти, липофусцина, который разрушает жиры мембраны мозга. Предположительно, является антиэйджинговым средством. Когда принимается с липоевой кислотой, реверсирует возрастные повреждения митохондрии. Митохондрии. Митохондрии – это уникальные бактерии, которые живут в нашем организме. И из АТФ делают АДФ. АТФ, АДФ, АДФ, АТФ, АТФ, АДФ, АДФ, АДФ. Есть энергия АДФ. Нет энергии АДФ. Взяли, отдали, взяли, отдали. И за счет этого у нас идет энергия. В мышцах расположены. Митохондрии надо кормить, растить, тренировать, холить и лелеять. А там живет вот этот вот ацетил, L-карнитин. Применяется при деменциях. Тормозит болезнь Паркинсона, Альцгеймера. Эффективен уже после 35 лет. То есть все люди на планете после 35 лет хотя бы две капсулы L-карнитина могут принимать, если они об этом знают. Но опять же, просто L-карнитин, ну это просто L-карнитин. А вот L-карнитин с лецитином, это уже будет ацетилхолин в эту сторону. От L-карнитина зависит выработка ацетилхолина, которая является главным нейромедиатором, обеспечивающим память и интеллект. Вот что мы будем делать? Что мы со стрессом боремся? Или что у нас за программа такая? Да мы вообще за интеллект. Да мы вообще за воображение. Да мы вообще за память. Мы за то, чтобы наши страны, наши дети, наши семьи были умные, чтобы у нас дети росли умные. Дальше, пожалуйста. Омега-жирные кислоты. Тут вообще. Я про омега-жирные кислоты могу рассказывать 3 дня. Повышают нейропластичность. Это способность мозга к адаптивным структурным изменениям. Эта особенность позволяет менять структурное соотношение нейронов и связей между ними. Снимает депрессию, агрессию, улучшает красоскочную память, стабилизирует долговременную память, способствует синтезу нейротрофического фактора мозга, особого белка, который поддерживает рост нервных тканей. Говорят, нервные ткани не восстанавливаются. Восстанавливаются. Не очень быстро, но восстанавливаются. Снимают стресс. У людей, регулярно употреблявших омега-3, не было выявлено ослабление адреналиновой реакции на стресс надпочечники. Снижают риск деменции. Пониженное состояние связано с деменцией. То есть у нас уже огромное количество, миллионов людей страдает деменцией. Это наши с вами бабушки, дедушки и, возможно, родители. Потому что рыбий жир вот так вот, омега-3, получить не так просто. У нас омега-3,60 в лучшем исполнении. Почему 3,60? Трех жирных кислот 60%. Это колоссальная доза. А мы берем еще одну омегу, в которой декозагексоеновая кислота будет в усиленной позиции. То есть, представьте себе, интеллект компании, которая, имея одно, берет улучшенное второе, чтобы получить больший эффект. Ну, не было, честно говоря, такой глубокой необходимости. Но, тем не менее, это намного лучше будет. Это намного будет эффективнее. Дальше, пожалуйста. Как организм управляет уровнем кислотности? Ну, это вообще удивительно. Мы с вами говорили про воду. Но не просто воду. По последним данным мировых научных исследований, кости теряют не кальций, а сначала магний, а потом только кальций. Мы с вами 18 лет, имея в руках лакмус, можем любому человеку на планете провести тест на слюну. И мы любому человеку можем показать, ваше состояние близко к закислению. Либо уже кислое, либо уже просто ацетон. И вопрос, как нам регулировать? Кальций является одним из самых трудно усвояемых элементов, макроэлементов. Поэтому роль не в кальции. Кальций нужен в небольших количествах, биологически доступный. Следующее, пожалуйста. Следующий слайд. Нам нужен магний. Магний – это наше все. Он участвует в процессе работы сердечной мышцы. От него зависит способность клеток расслабляться. Без магния не происходит переход информации из краткосрочной в долгосрочную память. Утром все помнили, к вечеру ничего не помните. Каждому студенту нужен магний на ночь, когда он готовится к экзаменам. Каждому ребенку нужна одна капсула магния, потому что это кишечник, это мозг, без него невозможное усвоение кальция. То есть это кости зубы, это мышцы, это все энергетические органы, мозг, сердце, печень, внеклеточная жидкость. И, кстати, 70% магния находится в ионизированной форме, а это коралловая вода. Там именно ионизированная форма, растворенная. Коралл магний. Магний бывает в различных формах. Бывает магнезия, магнезия сульфат. Она стоит 3 копейки, продается в аптеках. Но это не органика. А у нас тауринат с безглицинатом. Глицин, знаете, что такое? Единственная аминокислота, которая учеными признана, ну, которую они смогли синтезировать, действующая. На нее проводились десятки, сотни тысячи исследований. Сказали, все, глицин работает, не обсуждается. А у нас магний с глицинатом и с тауринатом. Это вообще невероятная история. Поэтому двигаемся дальше. Таурин. Ну, я тут вообще молчу. Я снимаю шляпу. За 175 лет изучения таурина было опубликовано 20 тысяч научных работ по таурину. 20 тысяч. 18 монографий. Монография – это книга от 100-100 страниц. Проведено 25 международных и региональных конференций. И мы об этом ничего не знаем. Таурин является на данный момент нейропротектором, нейромедиатором, компонент клеточной системы. Участвует в проведении нервного импульса, образует желчные кислоты, нормализует энергетические, белковые, гормональные, электролитные обмены. Воздействует на кровообращение, когнитивные функции, память, внимание, координация, речь, счет. Таурин должен каждый человек в мире принимать пожизненно. Японцы, которые живут в Японии, едят сырые мидии, едят моллюски, едят различные мозги различных рыб, потому что нигде таурина не содержится в таком количестве. И как только японцы переезжают в Мексику, они живут на 15 лет меньше. Они не доживают никто там до 100 лет. Максимум 75-80. И то не доживают, потому что там нету таурина. Регулирует синоптическую передачу, тормозит нервные процессы в разных количествах, снимает стресс и напряжение, восстанавливает энергетику, снимает гнев, раздражительность. Нам всем нужно пить таурин. Абсолютно. У вас даже должна появиться шутка. Ты что, сегодня таурин не пил с лецитином? Забыл, еще и злишься. К тому же, да? Не бывает чудес. Мозг – это химический процесс. Счастье – это химический процесс. Любовь – это в том числе химический процесс, не считая ментального, духовного, душевного и так далее. То есть это все имеют химическую сторону наряду с той стороной, которую мы даже ощутить не можем. Сенсорно, эмоционально, духовно, душевную и так далее. Но это ведь все слова, а это молекулы. А это молекулы. Поэтому сначала молекулы, потом все остальное. Дальше. Итак, программа «Здоровый мозг с позитивным тонусом». Лецитин, коралл магний, омега-3, 60, спирулина, коралл таурин, майнсет, коралл карнитин, спирулина. Я о ней готова вообще круглосуточно читать. У меня первая книжка, которую я вообще написала в «Кораллом клубе», она вышла по спирулине. Была зелененькая такая маленькая книжечка. Это единственная водоросль, в которой все известные миру витамины и минералы в натурально-естественную форму, в натуральную величину. То есть тот, кто не хочет добавок подсинтезированных, тот, кто не хочет сильных, тот, кто хочет матрицу хлорофила восстановить. Потому что хлорофилл и гемоглобин, мы с растениями одной крови. Хлорофилл при определенных условиях в костном мозге, теряя 4 атома магния при помощи 4 атомов кобальта и витамина В12 превращаются, брюки превращаются в шорты, а хлорофилл превращается в гемоглобин. Гемоглобин светится красным, потому что соль и железо светятся красным. А растения светятся зеленым, потому что магний имеет в растворе зеленый цвет. То есть, но весь магний нам недоступен. И весь хлорофилл нам недоступен. Он отраблен. Если мы сейчас пойдем и съедим листья растений, мы просто умрем. Никто не может их есть. Растения от нас защитились. Сосны, иголки сделали. Кто-то шипы сделал. Кто-то поднял крону на высоту 20 метров. Хотя козы сейчас научились и на 30 метров лазить. А что делать? Есть надо. И только 10-15 видов хлорофила является для человека безопасными. 10-15 видов. И в том числе морской хлорофилл спирулина. Кристофер Хилл, да? Уникальный человек. Уникальный. Он разработал эту водоросль. Он изучил ее. Он определил, что в ней 17 аминокислот в нативной форме. Он вместе с женой поставлял ее в больших количествах детям Африки. Которые голодали и умирали от голода. Он этот продукт изучил досконально. Но у него, к сожалению, не получилось то, что он хотел. Потому что почти у всех детей там глисты в огромном количестве были. Но они, естественно, поедали все. Нужны были паразитарные программы. Ну, если бы мы хотели как бы помочь. Но это были совершенно альтруистские истории. То есть и спирулина всегда будет являться одним из самых лучших растительных белков. Кстати, в ней нет йода. Не все люди нуждаются в йоде. Кто-то да, кто-то нет. А спирулина, она в пресноводных озерах, озерах. И она не содержит йода. Она не содержит йода. Поэтому, ну, может, минимальные какие-то концентрации. Поэтому ее можно смело всем. Детям, беременным. Ее можно вообще любым людям. Как мы составляли программу? Мы хотели, чтобы не было противопоказаний. Раз. Мы хотели, чтобы под все возраста подходило два. Мы хотели, чтобы она была относительно дешевая. Чтобы в нее входили достаточные количества. Три. Мы хотели, чтобы в нее можно было добавить, но ничего не надо убавлять из нее. Вот в таком виде она будет действовать в уникальном режиме. Майнсет. Невероятно хороший продукт. Просто. Там и гинкобелоба. Там и, так сказать, огромное количество. Там альфа-липоевая кислота. Там много всего, то, что нам необходимо. Поэтому мы можем это использовать в качестве матрицы. Но мы к ней можем добавлять. Мы можем добавить грифонию. Пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте. Мы можем добавить, например, витамины группы В. Вы, конечно, можете, но в спирулине они есть. Но если кто-то хочет, добавьте. Можем мы сюда добавить гинкобелоба? Можем. Но в майнсете он уже есть. Но хотите, добавьте. Не вопрос, усильте. Можем мы сюда добавить, например, H500? Можем, пожалуйста. Но калий, магний, натрий уже есть в коралловой воде. То есть все, что вы будете сюда добавлять, уже добавлено. Кроме грифонии. Поэтому надо брать базу и уже дальше смотреть, пробовать, ощущать, замечать память, замечать воображение, замечать реакцию. То есть смотреть, как это работает. Смотреть, что меняется. Как вы спите, как вы встаете, какое настроение. Кому нужна эта программа? Всем практически. Всем, кто учится, всем, кто работает, всем, у кого труд связан с подсчетами. Всем, кто перенес стресс. Всем, у кого кредиты взяты. Всем, у кого не ладятся отношения в семье. Всем, у кого дети болеют, не выздоравливают. Всем, кто сам болеет, не выздоравливает. То есть вообще всем. Как только увидели грустное лицо, все. Наш человек. Сразу нужно, как я говорила в нашей структуре, ищите свою бабку. Грустное лицо, это визитная карточка, все. Сразу предлагаете. Говорите, а что это у вас лицо такое грустное? Давайте с вами поговорим на эту тему. И разговаривайте. Это первая программа. Есть программа «Здоровый старт». Есть программа «Здоровый кишечник». Есть программа «Коралл детокс». Есть программа «Лайт коловада». Есть программа «Просто коловада». И будут еще программы. Я сейчас опробирую программу «Сердце». Опробирую программу «Печень». Опробирую программу «Соединительная ткань». Опробирую программу «Мужчина», «Женщина», «Ребенок». Опробирую программу «Долголетие». Потому что Академия имеет огромное количество обратной связи от вас же. Поэтому все только начинается. Все только начинается. И универсальная технология здоровья заключается в том, что первое, нормализуем психосоматический статус. Осознание и регулирование психосоматических процессов. Системное очищение организма, включение естественных механизмов самоочищения. Вы можете говорить очистка, но надо говорить естественное самоочищение. То есть мы оказываем помощь в естественном самоочищении, в восстановлении биологических ритмов организма. Пяти выделительных систем. И третий блок, который у нас в ближайшее время обозримое будет. Это 47 незаменимых веществ, одновременное поступление, которое включает автопилот организма. И мы первые сетевых компаний в этом мире придем к этому решению. Потому что их нельзя утолкать в одну капсулу. Их можно только сложить в одну коробку. Потому что в одной капсуле, в одном порошке они будут нейтрализовать, взаимодействовать. Потому что это не наш организм, а это пробирка. In vitro, in vitro это совершенно другие истории. Поэтому мы первые, естественно, мы уже работаем над этим. И у нас есть возможность, чтобы наши дистрибьюторы во всех странах мира не изучали эти продукты, а просто брали и работали ими. Рекомендовали, анализировали, смотрели, дарили, продавали, продвигали. Как хотите, называйте это. Я вас прошу запомнить, что главная наша ценность. А что мы вообще продаем? Скажите, пожалуйста. Информацию. Еще. Здоровый образ жизни. Да. Ну нет, мы не это продаем. А какой наш главный продукт? Тогда по-другому спрошу вопрос. Вода. Замечательно. Хорошо. Ну тогда скажите, что мы производим в жизни. Молодцы. Кто еще что производит? А? Здоровье. Нет, друзья мои. Мы с вами производим клиентов. Лояльных. Доброжелательных. Осознанных. Которым мы даем информацию бесплатно. И которые становятся нашими клиентами на всю жизнь. Которые хотят быть с нами. И нам надо научиться завоевывать этих клиентов. Надо научиться их приглашать, надо научиться с ними дружить, надо научиться их производить, надо научиться их воспитывать, надо научиться их обучать в единицу времени. У нас будут разные скорости. Кто-то будет за 7 лет воспитывать одного клиента, а кто-то за 7 минут. Все зависит от того, как вы развернете психосоматически свою мозговую деятельность, как вы будете стоять, как свистеть, как сидеть, как говорить, как выглядеть, как быть, как у вас работает ментальный уровень, психоэмоциональный, как физический. Они считывают все. Любите вы их, не любите. Хотите вы им помочь, не хотите. Просто хотите пообщаться, и чтобы ничего не делать. Или вы действительно о них заботитесь. Наша самая большая ценность – это клиенты. Ничего более ценного у нас нету. Каждый специалист, начиная от косметолога и кончая патолога-анатомом, заботится о том, чтобы у него были лояльные клиенты. Каждый парикмахер все делает, чтобы клиент к нему пришел, один раз увидел, влюбился и никогда больше от него не уходил. И врачи точно так же. Они тоже мечтают, чтобы вы ходили к ним каждый день. Они вас любят. Вы приносите им все. Понимаете, да? Поэтому будьте сами своими целителями. Что такое целитель? Это тот, кто собирает все в одно целое. Разрозненные участки организма в одно целое. Только этот человек может называться целителем. А не тот, который научил человека правильно нагибаться или наклоняться, или еще руки правильно держать. И второй наш продукт, который мы производим. Скажите мне, что мы еще производим? Кто умеет производить лояльных клиентов? Поднимите руки. Мастера в основном. Ну, конечно. Все остальные учитесь. Когда у вас будет огромное количество клиентов, вы будете называться кем? Ну, у нас это называется лидер. Это директор. Это серебряный, изумрудный, золотой, бриллиантовый, самый нейбриллиантовейший, который только может быть. То есть мы должны научиться производить в единицу времени специалистов, менеджеров, назовите их как хотите, директоров по обслуживанию клиентов. Мы сервис. Мы сервис здоровья. Можно назваться супермаркетом. Человек придет, купит и уйдет. А мы должны закрепить услугу. Они всегда должны знать, что мы в любое время дня и ночи готовы им ответить. По телефону, по телеграфу, по телетайпу. Нам за это платят. Мы приходим, даем телеграмму и платим за слова. А тут мы сказали, и нам платят за слова. Поэтому в начале было слово. Мы можем продавать просто продукт, но это уже неэффективно, это время ушло. Мы должны продавать, рекомендовать, дарить долгосрочное сотрудничество, долгосрочную помощь. Дружба эта круглосуточна. И когда у вас будет 500 благодарных, лояльных клиентов, 500, вы будете мастером. Мастер – это не то, что вы думаете. А мастер – это обслуживающее звено 500 клиентов, у которого имеется 16 помощников в обслуживании. И которые называются директорами. Вот и все. И никаких там нет премудрости. 5%, 10%, 15% – это вообще не играет значения. Вот когда у вас будет 500 клиентов постоянных, возвращающихся к вам, тогда вы мастер. И тогда пойдет все. И бонусы, и Япония, и Эмираты, и все на свете. Но это труд. Это очень серьезный душевный труд. Душевный, духовный, интеллектуальный, физический. И мне хочется вам пожелать в окончании своего доклада, что мы должны трудиться. У нас не очень много времени. Мы должны трудиться каждый день. Мы каждый день должны думать, о чем мы можем еще помочь миру. Каждый день мы должны встречать грустных людей. И говорить, а у нас есть. Мы можем сделать тебя радостней, счастливей. Мы можем сделать так, чтобы твои дети не болели. Мы можем сделать так, чтобы твои родители жили дольше. Мы можем сделать так, чтобы ты сам жил дольше. Нас много. Нас огромное количество во всех странах. Мы едины. В единстве наша сила и успех. Мы хотим, чтобы весь мир был коралловым. Мы хотим, чтобы вся планета, при слове «коралловый клуб» говорила, это культура здоровья человека во всем мире. Я вас люблю. Я вам желаю счастья. Я вам желаю радости. Я хочу, чтобы вы были богатыми, счастливыми. Я хочу, чтобы все вместе мы сделали мир лучше, добрее. Дай Бог здоровья нашему президенту и нашим руководителям. Потому что пока они живы и здоровы, у нас есть коралловая вода. У нас есть с вами все. Давайте работать. Каждый день не покладая рук. Спасибо вам.